Герой-поставщик решений в области беспроводной передачи данных — Аврора. Компания одной из первых заметила спрос на навигационные ошейники для домашних животных. Лидер корпоративного рынка связи МТС помог Авроре создать удобный продукт для всех владельцев животных. Сим-карты M2M от МТС, установленные в ошейниках, обеспечивают передачу данных, а бесплатное мобильное приложение в любое время покажет, где находится ваш питомец. Мы дали нашим клиентам простое и удобное решение. Спрос на продукт моментально вырос в несколько раз. Покупатели довольны. Теперь можно не бояться потерять своего любимца. Растет число клиентов, а вместе с ним — прибыль компании. МТС номер один для вашего бизнеса. МТС номер один для вашего бизнеса. Есть разные способы получить выгоду при покупке мебели. Скидки — баллы на карту «Малина». А при покупке от 50 тысяч рублей — кофемашина в подарок. В крупнейшем мебельном центре Европы «Три кита» все эти выгоды суммируются. Подробности на сайте 3kita.ru Время загадочное и непостижимо. Оно связывает прошлое и будущее. Многолетняя история — итальянское происхождение. Вековые традиции в современном воплощении. U-Boat — новое измерение времени. У-Boat — новое измерение времени. Субтитры подогнал «Симон»! Здравствуйте, Рынок Онлайн, студия Андрей Сапунов. Итак, Европа торгуется в ожидании своих основных макроэкономических данных. Они сегодня будут касаться, конечно, PMI в секторе услуг. Выйдет эта информация в 11.55, первая по Германии, а Германия отыграть эту информацию не сможет. Она сегодня закрыта на выходной день. Ну, в 12.30 Великобритания, затем в 13 часов уже будут розничные продажи, опубликованы по всей еврозоне. Ну и, конечно, нельзя не сказать, что инвесторы отчасти разочарованы от вчерашнего заседания Европейского Центрального Банка, где Марио Драги по факту не сделал ничего. И вот уже назвали его выступление. Это была такая конструктивная двухсмысленность. Подробности в нашем сюжете. Президент ЕЦБ Марио Драги собирается провести через Совет Банка решение о покупке греческих и кипрских ценных бумаг, обеспеченных реальными активами, в основном недвижимостью, на сотни миллиардов евро. Большинство этих бумаг имеет мусорный рейтинг. То есть ЕЦБ придется изменить применяемые сегодня стандарты к качеству бумаг, которые он может покупать на свой баланс. Это еще одна попытка оживить затухающую европейскую экономику с помощью монетарных стимулов. Предшествующие попытки не оказали заметного влияния на экономический рост в Европе. Он остался анемичным. Многие эксперты опасаются, что риск дефляции для европейской экономики нарастает, чем обусловлена новая инициатива ЕЦБ. Однако для того, чтобы такое решение было принято, требуется согласие большинства членов Совета Банка. Между тем, такая идея явно встретит неодобрение представителей Германии, чьи монетарные власти и так с подозрением смотрят на деятельность ЕЦБ. Президент Бундесбанка Йенс Вайдеман, входящий в Совет ЕЦБ, уже заявил, что такая мера создаться...